Христос воскрес! Мертвых первенец из умерших. Смертью смерть попрал. Христос наш победил эту смерть. Вы знаете, за словами «Христос воскрес!» несет большую и огромную силу. Я недавно так случайно прочитал одну историю, которая меня очень сильно затронула. 2004 год, 1 сентября. Возможно, кто-то из нас помнит. Это трагическая история, которая произошла в городе Беслан, Республика Северная Осетия. 1 сентября, это первый звонок, день знания, когда все студенты с радостью идут в школу. И вот утром, когда дети все построились в линейку, перед первым звонком подъехал грузовик. И с этого грузовика вышло около 30 человек вооруженных. Это были террористы. И они выстрелили в небо и загнали студентов, учителей, кто там находился в спортзал. И они закрыли это помещение или держали это помещение около на протяжении трех дней. Они не хотели выходить на переговоры, не допускали, чтобы давали медикаменты, чистой воды или еды для детей. Даже не позволяли, чтобы умерших забрали с этого помещения. И был мальчик там, который один тоже из студентов, его звали Саша Погребов. И он сидел так на полу в углу, это из его слов, то, что он рассказывает. И подходит к нему один террорист с автоматом в руках. И ставит ему автомат около шеи, вот здесь, одулом. И у него этого мальчика была цепочка и маленький крестик. И он говорит, если ты веришь в Бога, пусть Бог тебя спасет. И он этим автоматом, дулом просто порвал цепочку, которая была у него на шее. Мальчик из его слов, как он уже рассказывает, говорит, я о Боге мало что знал. Я только знал два слова, что Христос воскрес. И тогда этот мальчик встал, посмотрел в лицо этому террористу и сказал, Христос воскрес. Он крикнул это, он повернулся и стал просто бежать. Он подбежал к окну, которое там было в спортзале, выпрыгнул с этого окна и просто стал бежать. Этот террорист, который стоял с автоматом, он как окаменелый, то есть он даже не выстрелил. И другие дети, которые увидели это и тоже начали бежать. И вот одна другая девочка, которая рассказывает тоже подобное, она говорит, когда я услышала эти слова, что Христос воскрес, я не знаю что, но меня какая-то сила просто подняла и просто понесла, и я стала бежать. И вы знаете, свыше около ста детей в тот момент выбежали и спаслись жизнью или спасли свою жизнь. Представьте, какая сила стоит за этими словами, что Христос воскрес. И братья и сестры, мы должны это исповедовать каждый раз в нашей жизни. Не раз в год, а каждый раз, каждый день, и утром, и вечером, потому что Он сегодня, Христос воскрес, сидит одесну и Бога, и Он сегодня ходатуйствует за нас. Я сегодня хочу кратко с вами поделиться пять духовных принципов, которые, я верю, на сегодняшний день очень важно знать для нас, как для верующих людей. Находясь на служении уже, скажем, еще короткое время, несколько месяцев, я сталкивался с многими молодыми семьями, ну и взрослыми людьми, когда люди переживают что-то подобное, когда, или если можно так выразиться, когда дьявол имеет доступ, имеет доступ к их детям, имеет доступ к мужу или к семье, когда разрушается или нарушается мир, или проходят какие-то испытания. И вот я хочу поделиться буквально пять таких духовных принципов, которые описаны, это Луки, 22 глава, 31 стих и ниже. «И сказал Господь, Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утвердил братьев твоих, он отвечал ему». То есть Симон отвечает Господу и говорит, «Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти». Но он сказал, «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что знаешь, что не знаешь меня». Первый принцип, первый урок, духовный принцип. Бог предупреждает нас, когда угрожает нам опасность. Братья и сестры, еще раз повторю. Бог нас предупреждает, когда грозит нам опасность в нашей духовной жизни. Обратите ваше внимание, опять же, 31 стих. «И сказал Господь, Симон, Симон,» То есть повторяется два раза его имя, он говорит «Симон, Симон» или «Алекс, Алекс», «Дмитрий, Дмирий», «Дмитрий», «Наташа, Наташа». Еще стоит как бы восклицательный знак. «Обрати внимание», то есть как бы «red flag», «something is going on». И он говорит «Симон, Симон». То есть Иисус начинает о чем-то предупреждать. Есть нечто подобное, это записано в бытие, когда, наверное, многие из нас знакомы с этой историей, когда Бог предупреждал Каина и говорил, «Каин, что происходит? Что произошло с твоим лицем? Грех лежит у двери, но ты господствуй, Каин, бодрствуй». То есть первый принцип, что Господь нас или Бог предупреждает, когда грозит нам угроза. Я знаю одного человека или, скажем, одну семью, они не с нашей церкви, чтобы никто не подумал. И эта семья любила очень много путешествовать. Они ездили по разным странам, и они собирали разные магнитики, цепочки и тому подобное. И вы знаете, очень часто этой семье предупреждали и говорили, «Это может быть заклятием», то есть вы можете что-то принести в дом, то, что заклятое. Ну, не сильно, так скажем, эта семья это воспринимала до того момента, когда действительно были вещи заклятые, и дьявол стал иметь доступ к этой семье. Каким образом Бог предупреждает нас? Очень разными. Кого-то сновидением, кому-то видением, кого-то через проповеди, через братьев. То есть Бог нас предупреждает. Но, братья, сестры, зависит вопрос, насколько мы готовы услышать, когда Бог нас предупреждает о чем-то. То есть Бог предупреждает, но насколько мы готовы это услышать. Второй принцип. Первое, Бог предупреждает. Второй принцип, без воли Его или без воли Божьей ничего не происходит. То есть как бы мы не хотели, как бы дьявол, сатана не хотел, что бы не хотел он сделать, без воли Божьей этого не произойдет. Я разговаривал с одним человеком, и он говорит, «Да, дьявол, наверное, имеет доступ до моей семьи, и у меня все происходит, все рушится». Вот так вот получилось. Ну, я говорю, значит, Бог допустил этого. То есть если, конечно, при всем этом Он тебя предупреждал, и ты не послушался, Бог допустил. Без воли Божьей ничего не происходит здесь, на земле. Один из примеров мы можем увидеть в книге Иова, когда сатана приходит к Богу и говорит, «Смотри, Иов живет хорошо, у него весь успех, не зря ли ты его оградил, благословляешь, охраняешь». То есть дьявол не имел никакого доступа, пока Бог ему не позволил. То есть второй принцип – без воли Божьей ничего не происходит. И если когда-то в нашей жизни что-то, кажется, происходит, может быть, неуспех на работе, в школе или где-то, может быть, мы в аварию попали. Поймите, братья и сестры, Бог видит, Бог знает, Бог знает наперед. То есть без воли Божьей абсолютно ничего не происходит. Третий принцип. Здесь описывается, что Иисус говорит, что «Сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». То есть обратите ваше внимание, здесь Иисус говорит, что «Сатана хочет посеять вас, как пшеницу». Кто-то здесь есть, кто когда-то сеял пшеницу? Наверное, есть, да? Особенно, наверное, старшего поколения вы этим, наверное, возможно, занимались. Сейчас мы живем в такое время, может быть, мы не сеем пшеницу. Я никогда не сеял пшеницу, но я допускаю мысль, когда ты сеешь пшеницу, ты кладешь в сито, ты сеешь, то есть ты трясешь, оно раскидывается. И здесь, как я, наверное, вижу, что дьявол просто говорит, «Я хочу так сотрясти Петра, вот просто настолько потрясти его, вот как пшеницу бывает, да, вот сеет, наверное, она раскидывается, вот так стряхнуть, если можно сказать, чтобы он наш, вот, наверное, потерял эту веру, которую заложил Иисус в него на протяжении трех лет этого времени». Обратите ваше внимание, что здесь написано также в множественном числе. Он не говорит, что сатана просил сеять тебя, как пшеницу, но вас. То есть в этом Он говорит и нас, и учеников, и каждого из нас, что Он просил, чтобы сеять, как пшеницу. Все, что дьявол хочет, Он хочет нас настолько сотрясти, братья и сестры, чтобы мы потеряли веру, чтобы мы аж ахнули, испугались, спрятались где-то. И заметьте четвертый принцип, что говорит Иисус. Он просил у меня. Сатана просил у Иисуса. Сатана не мог просто взять доступ Петра и просто посеять или стряхнуть его. Написано, что Он просил у Иисуса. То есть Он обращается. То есть без воли Божьей ничего не может происходить. Но при всем этом Он просит у Иисуса, могу ли я этого сделать? И как мы уже сказали, это происходило в жизни Иова. И последнее, где дальше Иисус говорит, но я, Иисус говорит, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Вы можете представить, что Иисус, Сын Божий, молится о Петре, своему Отцу Небесному, чтобы его вера не оскудела? Он не сказал, что Петр, хорошо, я так сделаю, что Сатана тебя не стряхнет, не коснется, и все будет у тебя прекрасно и хорошо. Нет. Он говорит, я молился, что если даже я допущу, если даже что-то произойдет в твоей жизни, чтобы твоя вера не оскудела. Интересно, дальше уже мы прочитали, где идет диалог, и Петр говорит, Господи, да я ради Тебя хоть куда пойду, и на крест, и готов умереть. То есть настолько он уверен, не понимая то, что Иисус говорит, знаешь, Петр, трижды не пропоет петух, ты уже отречешься от меня. Иисус, видя это наперед, и он говорит, я молился о тебе. И сегодня, братья и сестры, вот эти просто, наверное, краткие пять принципов, которыми я хочу поделиться. И так хотелось бы, чтобы мы их запомнили, чтобы мы их исповедовали и говорили, что первое, Бог нас предупреждает. И если Бог нас предупреждает, нам нужно брать это во внимание. Нам нужно относиться к этому серьезно, не просто так, а серьезно. Если Бог предупреждает, значит, есть опасность. Второе, без воли Божьей ничего не может произойти. Третье, сатана сам не может делать ничего. Он просит разрешения у Бога. И если Бог допускает, он этого допускает. Все, что сатана хочет, это нас стряхнуть, чтобы испугать, чтобы мы, скажем, исчезли или растворились среди этого мира, потеряли веру, надежду в Бога, огорчение, обида и тому подобное. И пятое, наш Иисус, который воскрес, который сегодня находится одесную Бога, Он ходатует за нас. Он сегодня молится о нас, чтобы наша вера не оскудела. Поэтому в этой молитве, когда мы сегодня будем молиться, поблагодарим Господа, что сегодня Иисус Христос, который воскрес, Он ходатайствует за нас, что никакая сила не может превзойти Его силы, что без Его воли ничто в нашей жизни не происходит. В этой молитве мы также будем молиться за все наши нужды, которые у нас есть. У меня есть список, который я бы хотел, наверное, зачитать, но прежде этого я бы хотел спросить, может быть, кто-то здесь есть, у кого есть нужда, которой вы бы хотели заявить, чтобы мы совершили молитву. Пожалуйста, заявляйте.